Этот закон более прогрессивный. И в Москве, и в Оренбурге в один голос уверяют, новая пенсионная формула более справедливая. Главными составляющими для назначения пенсии теперь будут размер официальной заработной платы и трудовой стаж. От того, как и сколько человек работал, будет зависеть очень многое. Обязательный для назначения выплат стаж постепенно планируют повысить с нынешних пяти лет до пятнадцати. Недовольство людей. Пять лет проработал, ну даже может быть где-то и в местах отдаленных был гражданин. И может отработать 30-40 лет, но иметь маленькую заработную плату или там из-за детей не работает человек. И они сегодня у нас получают, значит 62 тысячи граждан, пенсию ниже прожиточного минимума. Мы им доводим до прожиточного минимума в области. Кроме того, для назначения пенсии с 2015 года будет учитываться служба в армии и уход за детьми. Большой плюс получат многодетные матери. За каждого ребенка индивидуальный коэффициент будет увеличиваться в разы. Уход за ребенком будет учитываться в общей сложности до 4,5 лет. И за каждого ребенка, что очень важно, такого в нашем законодательстве сейчас нет, прям за первого ребенка конкретно указывается, какой будет годовой коэффициент. За второго уже коэффициент побольше, за третьего побольше. Не станут поднимать пенсионный возраст, но выход на заслуженный отдых в более поздние сроки будут стимулировать рублем. Так пенсия станет в два раза больше, если пойти на нее на 10 лет позже. Дали отсрочку для решения вопроса, как быть со страховым тарифом. Разобраться и решить, что делать с деньгами, еще есть время. Тема будет очень прозрачная и понятная. Либо полностью тариф 6 в накопительную составляющую, либо полностью тариф 6 в распределительную составляющую. Я хотел бы еще раз особо подчеркнуть, что гражданам предоставляется право осуществлять этот выбор еще два года. А для молодых людей, которые вступают в трудовые отношения, предоставлено будет право выбора осуществить в течение пяти лет с начала момента вступления в трудовую деятельность. Новая пенсионная формула полностью коснется молодых, тех, кто начнет работать в 2015 году. Всем остальным, кто уже трудится, часть стажей рассчитают по старым правилам, а часть уже по новой формуле. Юрий Мишинин, Виктор Горшенев. Наше время.